Наш дом в очень плохом состоянии находится он не обследован полностью и мы обращались к властям целые тома обращений были за три с половиной года рушится внутри дом но в результате власти представили нам только частичный капитальный ремонт аварийных перекрытий местах общего пользования он не решает наши проблемы поскольку дом здание нежилое превращено в общежитие затем коммунальные квартиры несоответствие по всем нормам и и санитарно-гигиеническим и объемно-планировочным и физический износ огромный дом опасен для проживания ветхие электрические сети готовы превратить в зимнюю вишню 2 были уже у нас акта пожара бесконечной протечки нарушенная вентиляция люди живут в ужасных условиях в 100 метрах от блестящего московского проспекта это просто невозможно квартира в такие туалеты так дело в том что санитарно-тнор нету а как не эти 80 человек если на этаже живет на 3 ходят половину вот смотрите здесь когда протечки у нее до середины комнаты доходит нет она ветеран войны но называется это ветеран тыла ну там в смысле это как ну лучше у нее приравновая группа пожалуйста апполлинария ивановна пожалуйста девяносто четыре года бабушка апполлинария ивановна можно к вам обратиться я депутат законодательного собрания ходунова и архивна можно вам несколько вопросов задать я не знаю как это ветерана как ты ловит мне не положено говорят жилье как давали только социальный дом ну как я не грамотно да и плохо слышу такое понимаете социальный дом а с очередью я не знаю почему мне так не дали нет вы же на очереди стоите даже если 30 лет на очереди 25 год это первое вот это наверное да это наверное общественной войны соколова апполлинария ивановна ветеран великой отечественной войны имеет права и льготы 2004 год отдел социальной защиты московского района все апполлинария ивановна нужно очень это обязательно хранить надо то есть это обязательно вот с этим нужно идти в социальные службы да чтобы квартиру вам дали яковлевский переулок дом 5 московский район ко мне образились жители района чтобы я оказала им помогла вот в той проблеме которая у них есть дом сорок девятого года не имел капитального ремонта и практически все помещения находятся в аварийном состоянии люди три года ведут ожесточенную переписку с администрации района с администрации города и не могут признать аварийным этот дом признаются аварийным отдельные его участки они требуют чтобы была проведена экспертиза всего дома чтобы в конечном счете было сделано заключение в соответствии с состоянием этого дома и чтобы сохранить своих детей сохранить свою жизнь потому что в этом доме может случиться все что угодно а здесь живут множество многодетных семей которые по 30 лет стоят на очереди здесь живет аполинария ивановна жительница ленинграда ветеран великой отечественной войны и она 40 лет стоит на очереди и не может получить квартиру и не может получить достойного жилья